так вот это или это наверное вот это снимает у тебя 54 минуты с вами марина морлокс заброшка в ходькову мы поднимаемся все выше и выше выше и выше и выше и выше и выше и выше но там еще есть куда подниматься пройдемся так это каждый уровень новый все интереснее интереснее на этом уровне частично отсутствует пол не маргинал то просто судя по голосам просто парня напились и песни по сейчас птички а тут уже птицы запили да вот собственно а вот мы бы если вышли мы пошли пришли 2 суши дать поднимемся наверху вот оттуда обозрим с башенки в короткой так осторожно хорошо что я сегодня не пила много потому что тут очень интересно чтобы отстреливаться вот это вот кстати реально до похоже здесь вот и странный вылечет это чтобы безнадежный больно смотрела фильм солнцестояние там чтобы принести себя в жертву это место для палата для алкаши наркоманов которые не ну вот это уже похоже на мой подпись больше похоже на мой подпись вот куда мы в итоге попали да тут хорошо ваших сталки проводить а вот труба откуда мы пришли я надеюсь что не попала никто не будет ходить ничего никто ничего не заметил ну смотри и там люди были там рисовали да и мы там люблю 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 хорошо когда пойдем повыше пойдем повыше а это что такое жулька какая-то жулька я сначала немножко по другому букву уже прочитала у кого любовь у кого жулька кому любовь кому жулька нет спасибо я не хочу пока не хочу награду я пока потом до таких местах надо побывать пока закрыли до осторожней тут место безнадежную я не настолько разочаровалась пока в жизни последний капли долбящий этот камень нет спасибо я наверно выдержу лепота да слушай а представляешь что да какой прикольный тут был бы санаторий то есть вот тут вот да лес лесной воздух свежайший воздух классный тут еще так ну уже вечереет прохладно а ты еще туда боялся мне идти ты не боишься со мной нет но одной бы мне было стрёмно вот здесь я так ждала этого да ты знаешь толк вообще в таких делах в делах любовь я уже заинтригована просто всем поближе я принесу тебя в жертву богат и этот прекрасный аромат этого этого антикомарина а да и прекрасное ощущение как он щипит никак не кусают комары самое главное это клево да это да это да все еще сонышко это не так мрачное уже все так это вот на северная сторона здесь мокше северная сторона тут везде северная а наверно да кстати да северная сторона реально как ты с тобой не замкнешься в лесу ну чё пойдем еще туда я думаю да пойдем туда почему люди не летают так угу а вот люди не летают так это же все понимаешь им же хочется оставить свой след в истории это же важно даже нет ничего с собой написать здесь раньше писали здесь был Вася у нас даже нет ничего но ничего у нас останется вот здесь все у нас все останется в нашей памяти и 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 здесь можно поселиться поставить палатки плащи да и пожить вполне и пожить вполне пожарить можно да кстати можно почему да слушай мне вообще нравится я люблю такие места главное тут особо нет никого да кроме двух плохих парней они нас не нас не они не залезли они упадут и загремят и будут принесены в жертв колонна прям упала прямо знаешь вот все как поднарочно как будто спится как компьютерной игре до рекой дизайнер график красота шикарно о балкончик даночка птиц так поеду ласточка тут пролетела прямо тут наверно ласточки да слушай хотел бы такую заброшку себе ее в принципе ну я не знаю видимо за первые какие-то проблемы возникли с коммуникациями и там с такими вот темными оконами проемами как это здание там заброшки тут ну-ка там заброшки тут заброшки тут заброшки то тут то там так же здесь уже как бы мы все все уже да не будет и будет эта заброшка это же огромное здание я представляю как это все да почему-то почему духе а дети же наверно они же все отправятся в рай обычно не упокаивают что как раз всякие самоубийцы наркоманы одеть наверно а ты че верующий тебя спрашивают а ты че верующего извините сейчас больше половины страны верующих так или иначе да их легче вот видишь мы там вот смотрели вот тут я видела план этой заброшки сверху и тут внутри самого помещения два таких как бы треугольника да там две башни два таких треугольника а вот что вот цель этих треугольников что здесь вообще планирует не знаю получается не помещение а уже как бы под открытым небом да под открытым небом что-то но при этом под открытым небом такое закрытое помещение думаю это была необычная больница необычность на санаторий вот я хотела жить чтобы у меня был такой дом и чтоб внутри него было замкнутое пространство и у меня окна выходили во внутреннее пространство чтобы снаружи было не видно во первых что у меня там происходит в окне и чтобы мне было не видно что происходит снаружи и не доносился шум снаружи вот это и ну это чисто теоретически если бы у меня было очень много денег это реально было бы споректировать и да это было бы и вот по такому принципу было построено то есть были бы в наружные помещения и внутренние так часто еще строят на юге потому что во внутренних помещениях прохладния там больше тени с одной стороны есть свежий воздух поступает с другой стороны тень и не так жарко там не так да не так прогревается но это актуальнее для жарких стран там типа мексики с одной стороны с другой стороны в россии такие вещи актуальны в случае если тебе нужно что-то скрыть что-то или кого-то поселить кого-то так чтобы он не смог позвать на помощь из окна не смог выбраться и даже если вылезешь в окно ты попадешь во внутреннее помещение где тебя быстро ну какие знаешь там типа рабы или какие-то там да наемные люди которые у людей там много безвестия пропадают или какие-то политические заключенные тут растут бреги каким-то может это какая-то тут же уже и психиатрическая больница одна уже есть в абрамцевах в абрамцевах проектирует какая-то вторая больница в лесах проектировалась для каких-то политических заключенных чтобы они тут не разбегались эти внутренние помещения для особо сосна только она еще пока молодая молодые сосны они же растут на скалах поэтому хвойные деревья были друидов с символом стойкости вот этот еще треугольник здесь нет ой смотри какая ёлка классная и этот треугольник смотри ну не этот наверно больше-то или два этот маленький вообще-то да это какой-то маленький и это скорее всего бы заделали да наверное это просто внутреннее помещение второй треугольник наверно там где вторая башня я говорю очень основательно построен то есть так совсем скажу не для простых людей это строилась больница прям честно хочу сказать я такую банку я думаюcies что и это которая нет покрытия типа рубероида ну все гору хорошо делалось странно почему же закрылась пошло не так там в интернете заброшки заброшка в ходькова да и вышла заброшенный санаторий профилакторий по моему да я думаю наверно мы можем туда пойти а можем пойти туда на и вот эту большую туда в принципе мы можем пройти наши сумки для наши сумки там лежат не бойся мы можем чисто практически пройти туда и туда ну там в принципе ничего такого нету то есть там дальше вот и вторая башню а вот там вот вторая еще одна и пан второй треугольник осторожно но за часа вы меня так и я очень довольна вот я поэтому лучше носить очки в таких местах ох грибочки потому что тут в глаза может начать попадать все что угодно а много будет всего разместилось всяких разных обычно еще профилакторий строится если там что то есть как минеральная вода что-то вроде того а тут не воды нечего например ну тут заводов что же много карабанов только тут они работают там тут действует рук окрасочный завод там просто обычная больница а там флюорографии а вот и второй а вот это вот лестничная клетка туда выше а вот второй треугольник последнее время не в таких не такие места на штанах ходить по не было сначала нужно жарко поэтому можно шорты как варианты ему есть юбка шорты у меня есть такие штаны широкие ооо смотри какие граффити вообще какой-то имуковлетяне там говорит кры-кр он говорит кры-кыр кры-кыр были какие-то внеземные цивилизации ага что мы уже здесь куда мы хотели или мы еще не здесь нет мы не здесь мы пока еще в другой части кры-кыр кры-кыр когда ты последний раз не кры-кыр в вал не не кры-кыр 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 ух арх кры-кыр линолеум линолеум и кусок почему-то что-то постелил линоль фон кто-то обживался как не надо мы просто здесь чтобы не мочила сверху наверное это так вот кирпичи там не просто так чтобы сверху не затекала вода я вот тоже не совсем не понятно вот эти вот смысл вот этих окон вертикальных чего это для вентиляции для красоты до стекла планировалось но мы этого уже не перпендикулярно параллельно мне кажется построена по принципу золотого сечения из многоугольников ну вообще красивая прям реально красивая эффектная конструкция в отличие от современных каких-то безликих кварталов непонятно которые выдаются за дизайнерские продаются за большие деньги но ничего из себя не представляют тут реально получается что все клевое что-то я слышу опять какой-то бормотай это сколько нам тебе с вами марина морлок путешествуем по заброшке по ходьковской у меня сегодня длинный такой выпуск я сейчас закончится эта съемка и мы запустили я запущу еще одну это уже будет 3 у тебя съемка 3 4 ставьте лайкосики подписывайтесь на мой канал комментики пишите